Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Лишение родительских прав родителей или одного из них допускается только в случаях, установленных законом. При уклонении от выполнения обязанностей по воспитанию детей, злоупотреблении родительскими правами, жестоком обращении с детьми, вредном влиянии на детей аморального поведения родителей, при наличии у них такового заболевания, как хронический алкоголизм или наркомания. Лишение родительских прав преследует несколько целей. Уберечь здоровье и психику ребёнка и создать ему нормальные условия жизни. Наказать родителей за их поведение. Оказать воспитательное воздействие на других неустойчивых в семье и быту граждан. Родители, лишённые родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребёнком, в отношении которого они лишены родительских прав. Они утрачивают прежде всего право на воспитание детей, а также на проживание с ребёнком, на защиту прав и интересов детей и другие. Однако лишение родительских прав не освобождает родителей по содержанию детей. Лишение родительских прав является бессрочным. Но если родители, лишённые родительских прав, коренным образом изменяют своё поведение, отношение к детям, весь образ жизни, они могут в судебном порядке восстановлены в родительских правах. Должны органы опеки, конечно, работать, в каждом случае индивидуально разбираться. Но алкоголизм, наркомания – это самые большие, мне кажется, проблемы. В семье между родителями и детьми возникают ещё и имущественные правоотношения по поводу принадлежащего им имущества, которые регулируются нормами гражданского права, а также алиментные правоотношения. Имущество родителей и детей раздельно. Родители также не имеют права на имущество своих детей, хотя взаимно они пользуются вещами друг друга. Приобретаемые родителями одежда, обувь, книги и другие вещи для детей принадлежат именно детям. Некоторые родители рожают следующего ребёнка для того, чтобы на пособие обеспечить более старших детей. Всё-таки должны социальные службы проверять, осуществлять проверку, куда уходят деньги, чтобы родители не покупали себе бытовую технику, обувь, одежду, а забывали о том, что это дети. Потому что каждая копейка ребёнка должна идти на ребёнка, на конкретного ребёнка, которому выписывается пособие. Родители обеспечивают детей всем необходимым для жизни, учёбы и развития. Если же родители не предоставляют средства на содержание детей добровольно, они принуждаются к уплате алиментов на основании судебного решения. Обязанность по содержанию детей возлагается на обоих родителей. Когда дети проживают с матерью, чек о взыскании алиментов предъявляется к отцу. На детей, воспитываемых отцом, алименты взыскиваются с их матерью. В случае передачи детей на воспитание другим лицам — деду, бабушке, тётке и другим — эти лица могут взыскать алименты с обоих родителей. Родители, злостно уклоняющиеся от выплаты алиментов своим несовершеннолетним детям, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Детство, надежда и будущее человечества. Ребёнок — существо, которому ещё только предстоит стать человеком. В сферу внимания следственных и судебных органов попадает ничтожно малая доля детей — жертв насилия. Более того, жертвы часто оказываются дважды и трижды жертвами. Убежав из интерната, где его избивают воспитатели, ребёнок рано или поздно оказывается в комиссии по делам несовершеннолетних. И затем в психиатрической больнице, откуда выпишется вновь в тот же интернат. Эта репрессивность, как называют её специалисты, подпитывается нынешней криминализацией общества. Опыт показывает, что несоблюдение прав ребёнка в дальнейшем может привести лишь к накоплению критической массы насилия в обществе. Мы знаем, что в Штатах права у ребёнка часто больше, чем у взрослого. У меня даже знакомые со Штата приезжали, я спрашиваю, вы бьёте своих детей, наказываете? Он говорит, что нет, посадить могут сразу. У нас это на правом уровне пока плохо отрегулировано. Но я считаю, нужно в этом направлении тоже действовать. Ну, то есть, права у ребёнка должны быть, конечно, они должны быть защищены государством. Потому что дети самые беззащитные. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!